всем доброй ночи с вами лена нервана и сейчас я хочу провести такое видео не стрим а просто видео хочу вспомнить самые яркие эпизоды которые мне вспоминаются моей жизни я думаю многим будет интересно это услышать чтоб авторские права не нарушить я включаю свой трек как фон свой рэп трек и сейчас хочу вспомнить свои яркие моменты из своей жизни было много ярких моментов детство был у меня счастливым детство очень счастливым меня воспитывали родители я росла с братом и с родителями своем детстве ранее место было особо счастливым то есть у меня было все и игрушки и внимание родителей все будет хорошо потом в подростковом возрасте я стала жить своей бабулей с бабулей шуры мы жили прекрасно как в раю и я думала что это время будет длиться вечно то есть я думала что жизнь с бабушкой будет длиться вечно и бабушка мне всегда говорила что лена я не вечная как ты будешь жить дальше был у меня такой эпизод когда я постоянно писал картины и сделала выставку своих картин в одной из библиотек наш гордо нашего чуваши города чебоксаровых сделала выставку персонально это была вторая моя персональная выставка которая сорвалась из моего автопортрета с сигаретой то есть сначала мы привезли картины мне помогли я тогда работал просто музей мне помогли работники музея повесить картины у меня разные картины были картины мы повесили все подготовили выставку сделали и вот женщины которые там работали в этой библиотеке вдруг в последний момент перед открытием выставки сорвали мне выставку то есть сказали убирайте из-за портрета с сигаретой то есть они сказали что мы не курим вот мы нику не курим к нам приходит не курящие люди и то что у вас автопортрет с сигаретой убирайте всю выставку вот такой у меня был неприятный момент я его вспомнила и вот рассказываю яркие моменты вспоминали своей жизни я тогда очень сильно расстроилась тогда я не знала что у меня шизофрении полным ходом идет болезнь тогда я еще а только у меня начинал начинал все тогда еще не было обострение но были все признаки что если нет я тогда помню выставку сняла очень сильно плакала то есть у меня была истерика даже я со слезами на глазах сняла все картины и на груз такси привезла их домой вот вспомнил такой яркий момент то есть как не курящие люди сталкиваются с курящими ну больницы конечно мне не разрешали курить вообще там не только мне не разрешали такой издали закон что всем по всему женскому отделению запретили курить хотя в мужских отделениях мужчины и парни курили вовсю также курил сам персонал сами санитарки некоторые медсестры некоторые работники которые там какие-то должности занимали в психиатрии они сами курили в мужском отделении но она нам не разрешали то есть вот такой был момент у меня неприятный когда из-за пар автопортрета с сигаретой а эти бабки вредные библиотекарши какие-то администраторы заставили меня снять всю выставку вот такой был неприятный момент у меня в жизни но еще был очень интересный момент моей жизни когда я два года провела во сне это был мне литургический сон то есть меня можно было разбудить на какое-то время чтобы поесть чтобы выпить мои лекарства и дальше я погрузить погружалась в сон это был после больницы когда мне уже назначали азолептин золотый долл очень тяжелый мир аллептики я пила очень тяжелые лекарства и два года два года я спала то есть я спала и утром и днем и только просыпала чтобы выпить горсть лекарств потому что моя бабушка и мои родители верили врачам что меня вылечит эти лекарства они тогда не знали что лекарство почти не лечит шизофреников вот такие дела ну и конечно же самый яркий момент детства это любовь к игре талькову любовь к вертольков длилось 15 лет 15 лет я собирала информацию по крупицам в осень ну по маленьким таким любую информацию об игре талькове собиралась собиралась у меня была книга который игорь тальков написал сам который называется монолог а у книга у меня были все кассеты все его альбомы все его песни на самом деле у игоря песен не так уж и много потому что его убили когда ему было 33 34 года накануне 34 летия игоря любили убили то есть я старше него получается мне 41 а игоря убили в 34 года песен у него было не так уж и много я знала все песни слушал все интервью общалась с людьми которые тоже были поклонниками игоря талькова и его творчества ну вот лет 15 я провела в любви к игорь талькова а то я вспомнила как-то моя бабушка шурочка у меня две бабушки было бабушка настя и бабушка шура я жила с бабушкой шурой просто я рассказываю рассказываю о своей жизни с бабушкой шурой как-то раз она мне сказала леночка хватит любить игоря потому что говорит это любовь к тальку тебя он приводит к больнице болезни то есть хватит любить мертвого человека и тогда я стала так или иначе задуматься об этом хотя я и я была склонна всегда к мистике я говорила бабушки бабули ну смерти же нет и любую любви достойны и живые и мертвые надо леночка люби иисуса бабушка не тогда так сказала и тогда я поняла что я иисуса в это время уже люблю то есть и люблю давно потому что я с детства обращалась к иконе иисус христа и понимала что я люблю на самом деле иисуса и потом на самом деле в обострении когда у меня случилось случился духовный кризис иисус на самом деле ко мне пришел тогда он пришел ко мне в квартиру и сказал лена как можно жить так ты же живешь такой опасности ты живешь такой опасной обстановке он мне так сказал иисус христос и тогда на самом деле я поняла что я живу как-то неправильно и как он мне сказал опасно как ты можешь так жить он тогда помню мы сделали такой бардак в моей квартире уже в ночь в оксарске сделали такой бардак с ним то есть он сказал как опасно такие картины ты пишешь и ты такая незащищенная в это и от зла в этом мире такая хрупкая незащищенная что такое мне дал это понять потом еще раз иисус пришел когда после того как от меня муж ушел бывший бывший муж от меня ушел с девушкой вместе с девушкой вместе с девушкой вместе которая была в моей квартире она не была подругой даже не была знакомой просто так получилось что она зашла в квартиру через общих знакомых и увела моего мужа мой муженек бывший пошел за ней прямо на моих глазах ну я конечно тоже не ангел была причина для развода я сама дала потому что я тоже была не ангел не святой но так как он ушел у меня был стресс случился со мной я помню как дверь открылась и зашел Иисус Христос в мою квартиру он зашел и сказал я тогда в шоке сидела на диване я была в шоке и он сказал ну что он пришел он ушел я пришел Иисус тогда мне так сказал да я понимаю конечно нормальным людям этого не понять они вообще в шоке и в непонятках когда я такие вещи говорю про Талькова про Иисуса им не понять что как я могла разговариваться общаться и любить Игоря Талькова и с ним общаться мы тоже с Игорем на расстоянии общались и как я могла как я вообще могу такие вещи говорить что ко мне зашел Иисус и мне такое сказал но как бы для вас это было непонятно как не знаю возможно в это поверить или нет но это было правдой то есть это было правдой на самом деле так было Иисус зашел и сказал ну он ушел я пришел и мы тогда оказались на кухне на моей кухне в том вот культовом кабинете где я была и мы тогда с ним разделили хлеб и стали есть хлеб и пить воду и тогда я немножко успокоилась потому что я поняла что несмотря на то что ушел у меня бывший мужнет от меня несмотря на это Иисус пришел и разделяет со мной кровь и стол вот такая была встреча с Иисусом потом была встреча с Иисусом когда у меня была агония я напилась таблеток я помню одно время давно это было давно сразу говорю и у меня видимо случилось агония со мной то есть я была на грани смерти и тогда появился Иисус появился Иисус он сел на край дивана дотронулся до меня я начала приходить в себя от его прикосновения начала приходить в себя я поняла что Иисус меня вытащил с твоего света и он тогда сказал мне я то тебя Лена люблю а вот ты меня не любишь и тогда я спросила его заплакала ну пришла в себя заплакала и спросила его почему ты Господи говоришь мне что я не люблю тебя как мне любить тебя ты мне скажи как мне любить тебя что я должна сделать чтобы полюбить тебя и тогда он сказал такую фразу любить меня это значит пострадать за меня вот это он мне сказал и стал невидимым то есть я его потом больше не увидела ну потом увидела конечно тогда он вот ушел то есть я тогда думала его словами он сказал любить меня значит пострадать за меня потом у меня в жизни было много страданий скорби начался период одиночества период обострений и все мне пришлось испытать в жизни то есть у меня была встреча с маньяком который меня чуть не убил когда я шла по дороге в обострении и вообще много раз я уходила из дома то есть после развода стала моя шитофрения ко мне возвращаться то есть я стала пребывать в своих мирах уходить из дома ходить по дорогам по весам, по трассам я рассказываю вам именно суть шизофрении что шизофреник настолько погружается в свои миры что он уходит из дома и начинает бродить а не тогда когда у него вяло текущая шитофрения а когда острая шитофрения когда острый приступ я всегда уходила из дома и потом мои родственники подавали в розыск меня искали следователи, полиция потому что я уходила и оставляла все на своем пути чтобы идти по этим дорогам но сейчас я в ремиссе слава богу, такого нет чтобы я куда-то ходила бродить но бродилась я вот так в своей жизни именно в период обострения и был такой момент встреча с маньяком он меня собирался убить но опять меня спас маньяк понял что я не в себе нахожусь он увидел мое состояние просто понял потому что, видимо, был не дурак несмотря на свои грехи, которые он делал он увидел, что девушка, которую он бьет и пытается насиловать она оказывается не в себе потому что я была лысая я побрил голову нагло и бродил еще у меня неадекватное было поведение и вот это меня спасло от смерти то есть он собирался убить но не стал убивать и просто мы с ним дрались там все было неприятные моменты и он меня просто бросил в грязь и ушел и действительно я на этого человека на этого маньяка не заявила в полицию то есть я дала ему свободу чтобы уйти чтобы не отвечать за свои поступки и тогда потому что был не до него потом была психбольница из-за того, что я была вся грязная и шла по дорогам тогда конечно потом была эта клетка этот карцер ну такие дела ну Иисус потом приходил временами появлялся уходил снова возвращался была его семья со мной и я с тобой спасусь а семья была то есть и мама и отец и разные там небожители ну то есть был полумер и полубред уже то есть меня заносила и болезнь была и реальная потому что дары ясновительные у меня есть то есть я иногда вижу человека очень хорошо как рентген читаю его и его характер и его мысли какой-то дар есть потому что у меня был такой период когда я общалась с такими людьми с ясновидящими с магами и у меня был этот дар то есть я с ними на равных могла общаться но и болезнь тоже зацепила меня то есть я не нашла вот эту грань именно грань чтобы не уходить из реальности и быть в других мирах и быть иметь дар ясновидение и магия то есть я этот дар не нашла вот дар вернее нашла грань между реальностью и нереальностью и поэтому у меня зашкалило все в болезнь те кто понимает тот понимает сейчас звучит мой новый трек новинка который называется бог и вообще тема религия и шизофрения это одна тема на самом деле классическая шизофрения она сама по себе очень религиозна это я слышала лекцию не так давно у психиатра опытного профессора психиатрии межлик не рван не рван